Показать себя и продемонстрировать свои творческие способности на конкурс прибыло свыше 30 одаренных берестейцев. В своих номерах каждый из участников стремился оригинально подать известные музыкальные произведения прошлых лет, удивить зажигательным эмоциональным танцем, либо поразить коллегию жюри авторским литературным творчеством. Всего был представлен 21 сольный групповой номер. В первую очередь, конечно, это стартовая такая площадка. Мы здесь знакомимся с ребятами, отбираем их для дальнейших конкурсов. Смотрим на те жанры искусства, которые они представляют. И по итогам этого думаем, что интересно молодежи, что им еще в плане такого творческого провести можно. Каждый конкурсант старался сделать свое выступление незабываемым и креативным. Песни на тему родины задевали заживое. Хореографические постановки приводили в удивление слаженностью и выразительностью движения. Авторские стихи поражали искренностью и открытостью. Сомневаться не приходится. Брест богат на таланты, а конкурс «Минута славы» является отличной ступенькой для дальнейшего развития творческого потенциала брещан. Мисс весна, студент года, конкурс белорусской песни, хип-хоп-фестиваль. Самые разножанровые крупномасштабные площадки ожидают в будущем тех, кто начинает свой творческий путь с малого, с проекта «Минута славы». Раскрывают таланты молодежи, какие у нас есть, в принципе. Тут есть и танцы, есть и песни, есть и всякие номера интересные. Поэтому, ну, молодежь с этим всем делом, так сказать, она эволюционирует, если можно так сказать. Ну, это, на самом деле, это очень весело. На самом деле, это очень для них полезно. Это хороший опыт, чтобы показать себя. С каждым годом «Минута славы» становится популярнее и интереснее. Все больше ребят стремится принять участие в этой инициативе. Быть может, потому что это особенный, уникальный проект, в рамках которого у каждого желающего есть возможность показать свой талант, свои умения, свое творчество. И, несмотря на результат конкурса, «Минута славы», проведенная на сцене, бесспорно останется в душе каждого конкурсанта навсегда. Мне очень всегда нравилось петь, я всегда выступаю. Ну, в любом случае, главное не победа, а участие. Поэтому мне очень нравятся такие конкурсы, всегда участвую в них. Завтра состоится финал инициативы среди представителей Московского района. Молодежь Ленинского района города свои таланты представит в середине декабря. По итогам результатов двух районов будет проводиться городской конкурс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова